Музыка Я Тарус Террина Андреевна, а я Потапова Наталья Ивановна. Мы дружим 30 лет, и голеш – это наша жизнь. Как ни странно, вспоминаются колхозы. Каждый учебный год начинался с того, что мы со студентами ехали в колхоз. И вообще, честно говоря, это была такая экстремальная ситуация. Я помню первый свой колхоз, после которого я приехала домой, похудел на 7 килограмм. Это правда. А вы знаете, что еще хотелось бы сказать в связи с этими колхозами? Дело в том, что мы уезжали на месяц или даже два. И за это время группы первого курса умели так узнать друг друга, что когда нужно было выбрать старость у группы, они абсолютно безошибочно выбирали такого человека. Потому что за это время они успевали узнать о нем буквально все. Как он ведет себя в экстремальной ситуации. Сможет ли он за них заступиться. Сможет ли он их пожурить, поругать. Умеет ли он дружить. Коммуникабелен он. Мне кажется, это была такая очень светлая и интересная черта в нашей жизни. А еще мы очень активно занимались оформлением наших кабинетов. И первое, на что было обращено внимание, это установка стенок. Вот с доской, со шкафами и так далее. Это была целая эпоха. Но все равно очень интересно, потому что многие студенты, тогда и было вечернее отделение, заочное отделение. Нам очень активно помогали студенты, которые работали на производстве. Причем с удовольствием помогали. А при Максимове, Алиса Никитичи, большое внимание уделялось синтетическому оформлению корпусов. И мне досталась разработка эмблем каждой специальности. И вот эскиз эмблемы лег в основу значка колледжа. Мне хотелось бы в связи с этим вспомнить то, что при Александре Никитичи Максимове была ранена газета. Мне кажется, что это совершенно удачный, воспитательный ход. Ежедневно, в начале первой пары, в течение 5-10 минут передавали информацию о студенческой жизни нашего учебного заведения. Это была информация об отличниках, об отстающих, о наших успехах. И неудача в спорте, в смотре художественной самодеятельности. Мы знали друг друга, если не лично, то по фамилиям. Мы знали, что где-то на первом курсе учатся Боишки Иванова, а на четвертом Петров, который должен получить красный диплом. Это было очень интересно. А во время больших перерывов, которые, кстати, у нас были от 30 до 45 минут, у нас по ЭСМУЖРАДИО передавались концерты по заявкам. Товарищи для своих друзей предлагали прослушать песню в качестве подарка. Это было очень интересно. Вспомнишь эти наши большие перерывы? Да. Не хочешь вспомнить, как мы находили в столовую? Какая у нас была столовая? Какая была потрясающая столовая? И в этой столовой пытались, кстати, не только наши студенты, преподаватели, но и приходили работники милиции, зала, графики. Типографики. Да. Потому что обеды были дешевые, но были очень калорийные, очень вкусные. И этого времени хватало ребятам и пообедать, и послушать нашу радую программу. А при Виталии Евгеньевиче Хусове у нас были совершенно потрясающие вечера. Инициатором этих вечеров все-таки являлась Игорь Алексеевна Потапова. Именно она организовывала коллектив и считала, что такие вечера сплачивают коллектив и максимально выделяла внимание этому вопросу. Да. Мы сами готовили еду вкусную, накрывали столы. Я хочу сказать, что она может позавидовать даже еще повар какого-нибудь столичного ресторана. Кроме того, мы готовили развлекательную программу, подключались к этому тоже наши преподаватели, заведующие единым отделением, ну вот мысленные Андреевны. Ну вот, а потом пришла к нам Светлана Степановна Яковлева, пожалуй, единственная женщина-директор. И вот сейчас, с высоты вот уже прошлых лет, хочется сказать, что вот это был человек на своем месте. И хочу сказать, это очень инициативный, порядочный, честный человек. Вот когда она у нас была директором, она была инициатором проведения конкурса лучшей по профессии, по специальности технологии машиностроения, именно в бытности Светланы Степановны была открыта мемориальная доска на здании старых корпусов. Посмотри, Елена Андреевна, мы должны с тобой до 12 лет. Но должна сказать, что нам на двоих еще нет 12 лет, так что мы еще прийдем сединой и поработаем. Дело в том, что с 1986 года по 2009 год я была бессменно главным руководителем. Обожаю всех своих студентов и хочу всем передать привет. Очень подозревала всех фамилий, все имена, потому что моим студентам уже, наверное, под 40, а может и больше. Я очень вас люблю, помню, надеюсь, что вы тоже меня помните. Я тоже присоединяюсь к словам Натальи Ивановны, я тоже передаю привет всем моим студентам, которые у меня учились, которые меня помнят. Я тоже вас всех помню и очень люблю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok